Почти каждое утро этого молодого человека начинается с одного и того же маршрута. Дом, трамвайная остановка, спортзал. Свой спортивный путь Богдан начал около 7 лет назад. Проживая в московском районе города, особого выбора, где заниматься просто нет. В округе только один бесплатный спортзал на базе стадиона «Полет». С видом спорта все куда сложнее. Был и бокс, и легкая атлетика, и даже шахматы. В итоге остановился на не самом известном силовом троеборье. Другое название – пауэрлифтинг. В отличие от популярных игровых видов спорта, здесь не нужны ни специальная площадка, ни дорогое снаряжение. Только сила воли, металлическая штанга и железный характер. Многие путают тироатлетику и пауэрлифтинг. Думают, что это одно и то же. Но на самом деле это совершенно два разных вида спорта. Как следует из названия, троеборье представляет собой комплекс из трех упражнений с весом – приседания, жим и тяга. В пауэрлифтинге очень важна точность и аккуратность, поэтому все делается именно в таком порядке. Мастера спорта международного класса в сумме набирают по тонну груза. Преодолеть себя и страшные трехзначные цифры над головой помогают выносливость, трудолюбие, а еще эмоции, найти которые внутри себя не так-то легко. Очень часто, по словам спортсмена, помогает чувство юмора, без которого в таком тяжелом виде спорта просто никуда. В последнее время популярность пауэрлифтинга только растет. Если раньше на всероссийских турнирах участвовали считанные единицы нижегородцев, то в прошлом году наша команда насчитывала более 20 человек. Среди них был и Богдан. В свои 22 он выиграл первенство России и установил рекорд страны среди юниоров. А еще отобрался на европейское и мировое первенство. Говорит, что нижегородских побед в России и за ее пределами могло бы быть гораздо больше, если бы не было столько проблем. Проблема данного вида спорта состоит в том, что он не олимпийский, что он не финансируется должным образом, как и другие виды спорта, что все держится на энтузиазме спортсменов и их тренеров, и приходится искать спонсоров самостоятельно. Сейчас Нижегородская школа силового троеборья наравне с Мордовской, Сибирской и Владимирской считается одной из самых сильнейших в стране. Но главная трудность для спортсменов – это необходимость не только показывать высокие результаты, но и самостоятельно, порой жертвуя тренировками, искать поддержку, в том числе и финансовую. Министерство спорта Нижегородской области выделяет нам 400 тысяч в год. Это на самом деле не очень большие деньги. В 2014 году этих денег хватило на поездки нашим спортсменам на чемпионат России и на выступление одной спортсменки на двух чемпионатах мира. В скромном зале, где тренируется Богдан, о его достижениях напоминают только грамоты и несколько снимков. Даже в родном университете далеко не все знают о его победах. Но молодой человек предпочитает думать о другом. Как бы найти возможность поехать на международные старты и достойно выступить за свою страну. Но нет сомнений, что человек, каждый день побеждающий сотни килограмм, справится и с этой задачей. Ким Андреев, Илья Федулов, Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова